Как приобрести ненависть к греху? Он должен для Царства Небесного, и сам признак прощения греха, по формулировке святителя Иоанна Златоуста, это прилежание к противоположной ему добродетели, а ей как раз добродетели свойственно совершенно чуждаться греха, вплоть до ненависти к нему, не грешнику, но к самому греху. И вот эта чистоплотность, вот эта уже такая разборчивость духовная, когда влекущий нас грех уже не только не влечет, но и вызывает крайнее отчуждение, это в общем-то состояние святости. Так что можно интерпретировать этот вопрос иначе, как достичь святости, ибо святости как раз и свойственно не иметь в себе никакой тьмы, никакого греха и расположения к нему. Наш весь путь церковной жизни и посвящен приобретению этого торжества, грех, сказан еще ветхозаветным пророком, у дверей лежит, но ты господствуй над ним. Значит, его готовность войти в наше жилище, в нашу жизнь, в нашу душу всегда непрестанная, как и апостол Петр описывает реальность духовную, окружающую всякого человека. Дьявол, як и лев рыкающий, ходит окрест, иски кого поглотите. Так что никогда нет у нас положения неуязвимого, свободного от прилогов вражьих и соблазна греха до тех пор, пока человек еще в пути своей земной жизни. Когда-то это грубые грехи всякой бесчестия, иногда и святотатства, и плотских тяжких грехов, а когда-то искушения приобретают более тонкий, но не менее опасный вид всякой прелести, всякого самомнения, всякого превозношения, всяких иллюзий о собственной непотопляемости. Тот, кто стоит, будь осторожен, смотри, чтобы не упасть, ибо это искушение, испытание и доступ врага к нашей душе остается и на самых вершинах духовной жизни, когда человек забирается по ступеням, шаг за шагом, преодолевая над собой власть вражию и власть плоти, власть страстей над собою. Все остаются более тонкие, но не менее коварные прелоги, вражии и соблазны искушения. Так что воспитание ненависти к греху начинается покаянием и страхом Божьим, взращивается покаянием, самоукорением и страхом Божьим, и достигает совершенства непрестанным покаянным молитвенным самоукорением и страхом Божьим. Так что даже бесплотные силы, которым уже не угрожают падение, в своей высоте созерцание Божьего непрестанного его прославления поддерживаются тем же страхом Божьим. Хочешь возненавидеть грех, всегда возбуждай в себе это благоговейное пред Богом предстояние с пониманием его величия и своей поврежденности, своей осужденности пред ним, с тем, чтобы быть им помилованным, с тем, чтобы твое опрошение о прощении грехов, твое самоукорение возымело плоды. И постепенно эти плоды складываются в душе. Незаметно, надо сказать, для самого кающегося, но сокрушенней становится его молитва, искренней становится его самоукорение, теплее становится его покаянный плач, и постепенно действительно вырастает в нем, как уже некий плод покаянного подвига всей жизни, ненависть к греху, отчуждение от него. Он становится ему и народен. О чем это говорит? О преображении уже человека благодатью Божьей. Так что путь не близкий, но непременно требуемый для спасения человека. Это от первого, может быть, еще вполне и неискренного раскаяния, просто от осознания порочности или худости тех или иных своих дел, прихождение к совершенному отчуждению от греха, с тем, чтобы человеческая падшая, но преображенная душа могла быть сравнима с самим Христом, который говорит, «Вот идет сего мира князь, и во мне ни имыть не чесожи». Так в человеке, стяжавшем уже неприязнь ко всякому греху, не имеет никакой части лукавый дух. Но это все-таки уже удел совершеннейших, а мы будем мало-помало в том направлении с Божьей помощью двигаться. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...